Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 августа, Православная Церковь совершит память мучеников Флора и Елавра. Святые Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию, территория бывшей Югославии. По ремеслу братья были камнетесами, их учителями в этом искусстве были христиане Прокол и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни. Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим. Сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились. Однажды сын местного жреца Мимертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того, как юноша исповедал Иисуса Христа истинным Богом, братья помолились о нем и глаз исцелел. Привидя такого чуда, отец юноши также уверовал во Христа. Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма Святой Крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемой небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего ожреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь. В 1200 году их видел новгородский паломник Антоний. Около 1350 года главы мучеников в монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец. В Минея за август сказано, что на Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как покровителей домашнего скота. Это почитание возникло еще в древние времена, и по всей русской земле торжественно праздновался День памяти этих святых. По устному преданию, сохранившемуся в новгородской земле с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра, прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание святых, как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на Русь с Балкан, родины святых братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены Архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних иконописных подлинниках Руси дается наставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Наибольшее распространение получилось сюжет «Чудо о Флоре и Лавре». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емелиана-епископа, и с ним Илариона, Дионисия и Ермипа, святители Иоанна и Георгия, патриархов Константинопольских, преподобного Макария, игумена Пелекитского, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, пресвитера и мучеников Евгения Дмитриева и Михаила Герегоцкого. Совершается празднование икони Божией Матери, именуемой Всецарица. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok